А сейчас об этих и других событиях более подробно. В Дворце культуры имени Сергу Арджинькидзе подвели итоги 20-го по счету творческого конкурса для детей «Музыкальная горошина», организатором которого по традиции выступила профсоюзная организация группы ПАО ММК. В финал юбилейной горошины вышли более 100 детей, номера которых в этом году было решено объединить в одну большую волшебную историю. Детский творческий конкурс «Музыкальная горошина» в этом году объединил более двух сотен участников. В финал вышли чуть более ста. Среди них пятилетняя Полина Ихсанова. Вот она на сцене в костюме Кикиморы сначала зажигает зал песней, а после гасит огни «Железного гиганта». Ну я вас сейчас устрою, все вокруг, по-моему, отрою. «Железный гигант защищи нас! Не боюсь я вашего гиганта!» По сценарию, всем остальным участникам большого концерта придется бороться с колдовством. Перед выступлением, признается девочка, она немного переживала. Я очень волновалась сначала перед сценой. Потом я пришла в себя и прям как зажигла. И зрителям всем понравилось, даже нашей воспитательнице из садика Марии Васильевне. Понравилось выступление и маме Полины, Елене. Сама она была участницей и абсолютной победительницей самой первой музыкальной горошины. Сегодня Елена учит детей вокалу. Рассказывает, для нее этот конкурс стал своего рода путевкой в будущую профессию. Для меня музыкальная горошина – это начало творческого пути, это какие-то новые творческие открытия, это начало занятий во дворце Рджиникидзе и практически начало творческой карьеры. Для семьи Ульяновых Андрусенко участие в конкурсах профсоюзной организации Магнитогорского металлургического комбината «Традиция», которой они следуют не одно десятилетие. Светлана Дмитриевна и Екатерина были участницами поэтических конкурсов, а Елизавета, их внучка и дочь, на музыкальной горошине выступает с четырех лет. В этом году решила спеть песню о родном городе. Стали смотреть просто песни в интернете, какие можно спеть. И на то, что она больше всего нам понравилась. Вы знаете, мы решили с ней выбрать, почему эту песню. Во-первых, в этом году 90 лет Магнитогорскому металлургическому комбинату, и мы решили сделать такой подарок. Здесь началось и строительство, первая палатка, первые перлостроители, и комбинат, который днем и ночью стали варить сталь в своих печах, чтобы жила Магнитка и чтобы дети наши были счастливы. На проспекте металлургах, без всех фонтан и уют, и оранжевые клёвы с песню городом поют. Эта музыкальная горошина юбилейная. Уже 20 лет ее организаторы, члены первичной профсоюзной организации, ищут и находят юные таланты. Больше 10 тысяч детей прошло за это время через нашу сцену. Около 40 человек получили дорогу в профессиональную жизнь, стали профессиональными артистами после наших конкурсов. И это всегда большая радость для родителей, так и для детей, ну и, естественно, для первичной профсоюзной организации, потому что наша задача – делать людям радость. Каждый номер – часть от реализованного представления. Каждый финалист музыкальной горошины – главный герой волшебной сказки. Чтобы выйти на эту сцену, мальчишкам и девчонкам пришлось пройти серьезный отбор. Конкурс проходил в три этапа, члены жюри выбрали лучших в четырех номинациях. Сегодня самые яркие участники с помощью своего таланта спасли остановленный кикимор и железный гигант. Сказка закончилась, но не менее ярким оказалось послесловие – награждение участников и победителей конкурса. Каждый из ребят получил плитку шоколада и апельсин, который является негласным символом музыкальной горошины, а также дипломы и кубки. На наградах – штрих-код, ссылка на все выступления участников и сюжеты телекомпании ТВ на ходе музыкального конкурса. Этот сюжет, кстати, сразу после выхода в эфир тоже будет добавлен в подборку.